Прежде чем изобразить, нужно узнать историю. Правило простое и очень важное. Лариса Басангова привела учеников на центральную площадь города, названной в честь вождя пролетариата Владимира Ленина. Памятник ему – достопримечательность Ахтубинска. Величав, красив, всегда ухожен. Ему пророчили большое будущее – столица страны не меньше. Столица военной авиации, похоже, даже не снилась. Он должен был стоять в Москве, в Совете съездов, но не понравился его материал, не понравилось, что он блестел. И наш начальник гарнизона выпросил ее скульптуру сюда. Ее привезли и в 1986 году установили, покрыли битумом, потом покрасили и каждый год красят в зависимости от того, какая краска есть в наличии в администрации города. Черный, коричневый, серебристый – Ленин не просто живее всех живых. Памятник год от года хорошеет, чего не скажешь о его предшественниках. Впрочем, как посмотреть? У нас Ленин был на этом месте только в полный рост, Ленин в парке был. И очень интересная история в парке Ленина в 80-е годы, когда началась перемена власти идеологического направления, думали долго, куда его деть, ремонтировать уже не хотелось, потому что события подсказывали, что не надо. И мы взяли там просто в одну из клубов, выкопали яму и туда закопали, захоронили. Так что в одну из клубов лежит захороненный у нас Владимир Ленин. Вождь мирового пролетариата смотрит на дом офицеров, как памятник на памятник. Один человеку, другой архитектурный. Интересный, массивный, солидный свидетель рождения Ахтубинска. Он родился как раз в 1959 году, день рождения нашего города Ахтубинска. Поэтому, наверное, этим он и интересен. Он пережил много исторических событий, он видел здесь все. Видел и Юрия Алексеевича Гагарина, и Комарова, и Поповича, и Брежнева с женой. Ну то есть он исторический у нас. Не зря его в 2012 году включили в список регионально значимых объектов. Дом офицеров – объект культурно-исторического наследия региона. В особом статусе уже седьмой год. Здание периодически обновляется, меняется его цвет. Задача при каждом ремонте – основную конструкцию сохранить. Вперед – это греческий стиль. Греческий стиль в одном плане. Это фронтон, портик. Но колонны здесь соединили. Сама колонна мощная дорического ордера. Но дорический ордер не имеет базы, а тут база. А базу имеют ионический и коринфский ордеры. Так вот, база коринфского ордера, капители коринфского ордера, а мощь дорического. Архитектор пошутил. А вот внутри ротонда, она тоже очень интересна и своеобразна. Наверное, не везде есть такое, как тут обычно строят, как типа базилки вытянутые. А у нас ротонда. Это интересно. Продолжение следует... Для вас работали Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина. Если вам понравился наш сюжет, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш сайт Актобинск24 на канале YouTube. А также смотрите наши новости в социальных сетях, в Одноклассниках и ВКонтакте.